Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! По делам, так что у меня просто на нормальное время не хватает на видеоролики, будь моё желание, я выпускал бы их чаще. Ну а так, давайте вперёд! И не забывайте жать на кнопочку и нажмите на кнопочку подписаться, если вам понравится видеоролик. Так вы новых видео узнаете первыми, будете узнавать, и пополните нашу семью, а то из подписанных у нас только аж. 55% все остальные не подписаны. Ну а теперь погнали! Я хотел на курсы в другом городе. Там региональным руководителем была какая-то девушка с красным ракезом. А, вот как! Интересно, о чём будет говорить босс с Брайем? Эм, Джилл, верно? Стелла. О, а, да! О, а, мисс Стелла! Рада вас видеть! Кстати говоря, она сейчас будет задавать нам загадки. Эм, всё в порядке? Да, эм, давай на ты, и подай мне большое пиво, будь добра. Эм, хорошо, сейчас будет. Стелла хочет пиво. Спасибо сразу за прямую линейность. Я думал, она сейчас будет, ну понятно, классическим. Вот пиво. Так, она хочет большое. Ну, значит, увеличим. Держи большое пиво. Впервые вижу, что кто-то прям просил что-то большое. Тихо. Четыре штуки и, ну, восемь штук. Кроматрина нормально сейчас-то. Вот, восемь штук. Так, перемешивай. Держи, подруга! Спасибо, Виня. Блин, интересно, что она там такое задумала. Так. Ты точно в порядке? Эм, ты ведь знаешь, Сейда? Конечно, с ней что-то случилось. Она была в Тройственном банке. Попал он во время того нападения. И... Ой. Ну да, ещё не улеглась же. Так она... В списке погибших её имени не было. Так что... Я надеюсь, может, ты её видела? Я очень хотел бы тебе помочь, но... Да, я уже поняла. Блин, и внезапно в паре воцарилась печаль и горечь. Я помогла бы... Я мог... Я могла бы сказать, что всё будет в порядке, но это звучит слишком снисходительным. Ох, ну вот. Что делать с такой ситуацией? Может, рассказать анекдот? Не, это было бы некрасиво. Ладно, просто скажи хоть что-то. Так что... Так ты хотя бы снимешь напряжение. А если её о чём-нибудь... Чём-нибудь отвлечь от мрачных мыслей? Дерьмову же я под таким давлением соображаю, а? Эм, вчера мне тут довелось глазу на глаз с ищейкой пообщаться. Глаз? Извини, я немного не в духе. Чистый сыщик. Я правильно поняла? Честный сыщик. Я правильно поняла? Частный, точнее. Частный. Ага. Может, он сможет тебе помочь? Как его зовут? Мне кажется, Арт... Арт... Фан... Нет, Фон Дилей. Арт... А, Арт. Этот... Этот. Вообще-то, это я его наняла, чтобы он нашёл сей. Значит, Надежда тебе... Тебя ещё не покинула. Я сейчас где-то между торгами и депрессией. И с каждой минуты торгов во мне всё меньше. Понятно. Ну и как он в деле? По нему не скажешь, но он умеет собирать информацию. Я верю, что он найдёт сей. Или хотя бы её тело. Эх, иногда мне хочется, чтобы у меня была волшебная палочка. Смахнуть ей разок и пуф. Проблем как не бывало. Извини, если тебе из-за меня неловко. Нет, ты меня прости. Дело не в неловкости. Просто я чувствую себя странно. Обычно я пыталась как-то подбодрить клиентов, когда вижу их в плохом настроении. А сейчас я не могу найти слов, которые бы не были бесполезными, лицемерными или бестактными. Ну и... Ну, здравый смысл тебе всё ещё не покинул. Ну, здравый смысл тебя всё ещё не покинул. И на том спасибо. Я могу тебе помочь только выпивкой. Будешь ещё чего-нибудь? Что-нибудь сладкое? Мне нужно немного успокоиться. С удовольствием. Сделай чего-нибудь сладкого и успокоительного. Дадим стыле чего-нибудь сладкое, чтобы она успокоилась. По вкусу сладкое. Сладкий промо радующе. Ну, а давай. Как раз, кстати говоря, он дорогой. Полезно. Конечно, я понимаю, это неправильно. Человек, которому плохо прям обдирать. Но, как говорится, мы в капитализме, а нам нужны деньги. Для зарплаты. Чем больше денег соберёт... Блядь, да что ж такое? Вот тебе, блин, заговариваю всё время работы. Вот тебе и проблем. Не, лёд не нужен. Чё там надо? Перемешать, выдержать. Так, пять и ещё две. Дельты поросковые. Три вот таких вот. И три корма-три. Перемешать, выдержать. Бионист. Угощайся. Благодарю. Цель. Цель тебе явно не безразлично. Ой, извиняюсь. У меня нет братьев или сестёр. А с другими людьми я общаюсь исключительно по работе. Поэтому Сэй для меня не просто друг. Она... Она... Прости, я не вовремя подняла эту тему. Эм... Ничего, всё хорошо. Она гораздо больше, чем друг. Она моя эмоциональная поддержка. Она... Тот человек, которому я могу всецело доверять. Я бы сказал, что она мне как сестра, но даже у сестёр обычно нет такого доверия друг к другу. Каждый день мне приходится иметь дело с... взорвавшимися мудаками всех мастей, расы и убеждений. Они прячутся за масками солидных бизнесменов, чтобы скрыть всё то, что не хотят выставлять на показ. И я делаю то же самое. Но, Сэй, я могу с собой... Быть собой и делать то, что мне подсказывает сердце. Она никогда не бросала меня в беде. А теперь, когда ей нужна моя помощь, я просиживаю задницу в долбанном баре и заставляю других делать всю грязную работу. Потому что я бесполезный мешок с дерьмом. Прошу меня простить. Да ничего, на самом деле я завидую твоему самообладанию. Я бы на своём месте уже завалилась в лужи слёз и соплей. Валялась в лужи слёз и соплей. Может, хочешь выйти подышать свежим воздухом? Я сейчас ухожу на перерыв. Могу взять тебя с собой. Ну, если про здешний воздух вообще уместно говорить свежий. Мне тут нормально. Мне тут нормально. Спасибо. Ну, хорошо. Джилл, пожалуйста, обслужи мисс Стелла, пока я не наперекури. Я тебя подменю. Не волнуйся. Сохраняемся. Кто бы мог подумать, что тут там, если сохранение будет. Погнали. Теперь можно продолжить. Чёрт возьми, как же холодно, а? Охолодились. Так, шоу тайм. Пожись, наша подруга свалила. Или мне кажется. Что-то быстро как-то мы... Прилетели прям за секунду. Так, всё. А, я Вер... Э... Арт. И что такой наивный ребёнок может в этом понимать, а? Я просто излагаю вам сухие факты. Что-то случилось, пока меня не было. Так по порядку. В бар зашёл детектив. Кота бумер. С сыном поздоровалась. Они завели разговор. Всё было спокойно, пока она не упомянула заебаться. Мужик сразу же завёлся и начал нецелеприятно о них выражаться. Ну, а в этом, как ни странно, он был одинок. Она же продолжала разговор спокойно и сдержанно. Ясно. Не отрицают. Заебаться далеко не... Невинные овечки. Но они серьёзно подняли качество жизни в этом городе. Ага. Что-то такое вот интересное. Очень подняли, Стелла. Прям очень. Не зря же у нас. Ага, подняли. За счёт ухудшения именно ситуации с воздухом. Что у нас он один из самых загрязнённых. Из нашего города, блин, люди валят тысячами. О чём, блин, даже в чёртовой, блин, газете дополненная правда, блин, пишут. А все говорят, что это всё нормально. Подняли, как же. Ты, наверное... Подняли, как же. Ты, наверное, имела в виду, нацепили нам наши новенькие блестящие цепи. Разве ты не видишь, что этим корпорациям просто наплевать на нас? Как ты думаешь, почему Глис Сити называют лабораторной крысой мира? Мы просто кучка подобных кроликов, с которой они делают что хотят. Но, повторяюсь, я не могу ждать от ребёнка понимания того, что на самом деле происходит. А уж от богатенького недоросля и подаванных. Верно, я не вижу всей картины. И да, мои привилегии не всегда позволяют мне судить здраво. Но разве можно отрицать, что влияние Цзайбатсу принесло немально пользу? Например, их программа интеграции искусственного интеллекта позволила добиться больших успехов в этой области. Каждый днём всё больше и больше стран признают носителей искусственного разума в качестве полноценных граждан. Да, но не забывай, пожалуйста, о программе исправления ИИ, что по факту означает, что все лилимы с преступными наклонностями сплавляются именно к нам. Синтестические мозги вышли из-под контроля. Везите их в Глич-Сити. Мы с радостью их вправим. Теперь этот жестяной маньяк доставляет тебе пить. Хорошее замечание. Но программа уже доказала свою эффективность, исправив немало искусственных личностей. Не просто так же они похлят со своими 80% успешных процедур. Интересный такой диалог. Прям дебаты случились. Блин, прям такие дебаты. Прям произошли у нас на глазах. Происходит прям полноценные дебаты. Ну, я бы скорее, конечно, поддержал бы дилей в его разговоре. Потому что даже, беря в пример все хорошие вещи, которые делали корпорации, дзайбаться, к примеру, это госкорпорация, монополия. Это то, что я помню. Потому что я не могу все нормально вспомнить, так как я давно смотрел фильм документальный. Такое документальное видео по поводу них здесь объяснялась ситуация в Японии с этими корпорациями. Так что обидно, я не могу ничего интересного сейчас вспомнить о них. Экономические показатели города также улучшились. Успех дзайбаться привлекает все больше и больше инвестиций в город. Ага. Ага, ровно как и пропасть между социальными группами растет с каждым днем. Больше компаний. В смысле больше людей, которые просто хотят выдавить из тебя все до последнего центра. Но в то же время, нижние слои населения получат больше товаров. Разнообразие брендов в магазинах выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Это основное отделение клинических исследований дзайбаться также сделало множество открытий. Множество болезней, считавшихся неизлечимыми, теперь поддаются лечению. Восхитительно. И для кого все это? Для тех, кто может себе это позволить. Пока обычным людям постоянно не достает самых простых лекарств. Тут вы правы. Но рабочих мест стало гораздо больше. Ведь закрепившись в городе компаниям, нужны сотрудники закрепившимся. Так что уровень безработицы в этом году снизился почти на 40%. Больше рабочих мест? Не смеши меня. А что, я не права? Ну это... Эй ты, не стой с толпом, а сделай мне стакан сансары. Да поживей. Да поживей. Хорошо. Надеюсь, что, блин, нормально что-то начать. Ага. Начнешь что-то нормально записывать. Так, стакан сансары для бедной деточки. Друзья, постели, может, безыскан. Вот стакан сансары. Можно подумать, что баланс компонентов залог хорошего вкуса, но это вовсе не так. Четыре каждого. Так, и кислый промо с лавой. Так, перемешать со льдом. Стакан сансары. Держите. Арт. Арт. Арт пилей. И господи, как же отвратительно. Вы сами это заказали. Я искренне надеюсь, что ты не веришь в этот бред, который сейчас снесла. Конечно, верю. Иначе, разве я это говорила? Но надо отдать вам должное. Вы часто упоминаете то, о чем я забываю. Например, что многие из современных благ доступны лишь узкому кругу лиц. Я могу поговорить о научных прорывах сколько угодно, но все равно это роскошь, которую мало кто может себе позволить. И даже то, к чему у всех есть доступ, выглядит лишь слабым утешением на фоне общей картины. Это не отрицает того факта, что жизнь в городе изменилась к лучшему. Неужели вы станете отрицать очевидный факт? Очевидный факт. Довольно-таки взвешенные рассуждения. В этом и состоит суть дискуссии. Только так две стороны могут понять друг друга. Обсуждения боятся только те, чьи точки зрения слишком слабые, чтобы их отстаивать. Ага, взвышенные. Кстати, пока я не забыла, вы сделали то, о чем я вас вчера попросила? Узнать мне удалось немного, но по крайней мере я могу сказать, что после снятия осады она из банка не вышла. Что это значит? Или она ушла до того, как началась бойня, или ей удалось сбежать до того, как все закончилось. Трупы все опознаны. Там был только один изувеченный. Но его опознали свидетели. Так что твоей подруги не было среди погибших, это уж точно. Ясно. Ты вызвала мистера Фон Дилея сюда? Нет, так уж совпало, что он зашел сюда сегодня. Странно то, что девчонка тоже зашла в здание банка. Она как будто испарилась. Странно то, что девчонка точно зашла в здание банка. Она как будто испарилась. Понятно. Спасибо. Продолжайте в том же духе. Кажется, у тебя поднялось настроение. Надежда умирает последней, как-никак. Если он прав, то, возможно, Сэй удалось сбежать. Она очень находчивая. Она точно попыталась бы хоть что-то предпринять. Выпью-ка я еще. Вы что-нибудь будете? Я просто буду то, что ты закажешь. Тогда два проникновения, пожалуйста. Заказ принят. Два проникновения. Надо поскорее их приготовить, пока я не ушла под стол. Угу. Перемешать с Альдом. Проникновение раз. Четыре, да, четыре. Четыре, два, два. Да, все. И перемешать с Альдом. Проникновение. Помню, я была как-то на одной вечеринке. Там я объявился тот тип, который придумал название этому коктейлю. Когда люди это узнали, они выстроились в очередь и начали поочередно давать ему пощечины. Хотя мне он не показался тогда каким-то задетым. Хотя они не показались, они мне... Хотя мне они не показались тогда какими-то задетыми или оскорбленными. Ну, представь, заходит в парень в бар и говорит. Это я сделала вам то самое проникновение. Ты же... Ты бы не дала ему по роже? Эм... Джилл, ты в порядке? Все. Кстати, пока не забыла. Мистер Дилей, вы нашли ту девушку, которую искали неделю назад. Оказывается, она все это время была в тройственном банке Аполлон. Неудивительно, что я не мог связаться с той девушкой. Неизвестный оплатил мне... Оплатил мне, чтобы я разыскал алую розу. А все это время она скрывалась в... Эээ... Что? Просто не хочется лишний раз упоминать, что наемный убийца оказался в одном месте с твоей подругой. Не переживай, Засей. Я меньше всего волнуюсь о том, чтобы кто-то может ей... Что кто-то может ей навредить. Почему? Ее поведение обычно такое непринужденное и вежливое, что все ей помогают. А если ей все же придется постоять за себя, ну... Однажды я видел, как она в одиночку справилась с вышедшим из-под контроля боевым роботом. И хотя потом ей все же понадобилась медицинская помощь, она уложила того робота. И выстрелила она, кстати, очень быстро. Она настолько хороша? Она не только хороша физически. Она не только физически развита, но еще и владеет граф-магой и... Эээ... Что-то не так? Нет, ничего. Просто воспоминания нахлынули. Ценю ее Зима. Она не умеет... Она умеет себя постоять. И как я уже говорила, она чрезвычайно смышленная. Она выбралась оттуда, я уверен. Я... Я просто надеюсь, что она в порядке. Где бы, черт возьми, она не была. Она еще должна мне мороженку. Ой! Бонделей, хотите еще выпить за мой счет? Ты уверена? Ага, заказывайте. Ну, в таком случае я буду пианиста. А ты, Стелла? Мне уж хватит. Ему налей лучше. Одного пианиста-детектива. Пианист. Пианист, 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 пианист. Так. Пианист. Так, сколько? Три вот этих. Три вот этих. Три 50, точнее 5 билет тут. Это 5, 5 штучек этого и 5 вот этого. Кстати, довольно дорогой такой коктейльчик. 320 долларов. И... Три вот этих. Так. Перемешать со льдом. Пианист. Пианист. Держите. Так вот, что значит пить изысканные коктейли за чужой счет. Ощущения весьма приятные. Вскрывать не буду. Ладно. Мне пора выдвигаться. Мой информатор наверняка уже ждет на месте встречи. Мисс Хосси, я обязательно дам вам знать, если узнаю что-то еще. Буду вам крайне признательна. Ну, я пошел. Ну ты прям расщедрилась. Он порадовал меня новой информацией насчет Сей. Пусть ненадолго, но мне стало хоть немного легче. Ну вот и все. Мне пора. Доброй ночи, мисс Хосси. Еще раз спасибо. Приходите к нам еще. Ты не против, если я еще тут посижу? С чего бы мне... Это мне быть против? Ты ведь не навалишь тут в отключ... Ты ведь не валяешься тут в отключке. Спасибо. Просто это место успокаивает. Я пойду посижу возле автомата. Так, ладно. Дана. Думаю, мы друг друга поняли. С Эм. Робертом, конечно, все очень запутано. Брайан, у тебя совещание через час. Сы. М. МИ-6. Хал-ц. Да-да. Ого. Неужели это сама... Это сама мисс Хосси? А, Брайан, рада вас видеть. Вот уж не ожидал, что вы заглянете в подобное место. Вы не заняты? Могу я к вам ненадолго присоединиться? Конечно, без проблем. Джейл, мы будем сидеть там. Крикните мне, если вам что-нибудь понадобится. Обязательно. Эм. Этот... Голофон устарел, поэтому изображение немного визнило. Кстати, меня зовут Кэс. Я... Эм... Я Джилл. А вы... Вы, ребята, много чего позволяете моему позу? Позу. Ну, в смысле, что ей много чего сходит с рук. Она никому не вредит, и разве... И разве ты не считаешь, что так куда-нибудь... И... И вот еще... И... И вот ее не стало. Фух, ну и денек. Сегодня хотя бы на улице тихо. Я... Хе-хе-хе... Вновь прибыл в... Кэм... Да черт возьми... Величественный сал Героев. Отдышитесь. Бармен. Бармен, вы снова... Мы в страну... Мы снова встретились. Виржилио, вы как-то запыхались, я смотрю. Мое имя произносится Верхирио. Верхирио? Ну ладно. Струноват. Мы... Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok